Сегодня очень интересная тема называется «Сакральные знания». То, зачем охотится каждый человек, который находится на ютюбе. Он хочет узнать что-то такое, что изменит его жизнь. Перед тем, как мы начнем, сразу хочу сказать, что никого ни к чему не призываю, не принуждаю, не заставляю. Делюсь исключительно своим жизненным опытом, навыками, наработками, экспериментами над самим собой. Ответственность за свою жизнь вы несете сами. Несколько дней назад мы с Надей проводили ретрит на грибах от компании «Кедр». У нас участником был Александр Степанов. И еще раз убеждаюсь, насколько это деликатные общительные джентльмены. Если ты туда идешь из позиции эго, что вот я, давай мне покажи «Сакральные знания», сейчас я вот здесь вообще стану сверхчеловеком, скорее всего ты получишь по башке. Если ты сдался, ты опустил руки, ты не знаешь, как тебе жить дальше, потому что каждый человек, который приходит к грибам, он всегда приходит в большинстве своем случае вот в этом состоянии. Потому что он живет, 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 получает жизненный опыт, жизнь его бьет по башке, и все, что он не начинал, оказывается просто тупиковым путем. Вот он строит, 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 вкладывает силы, ресурсы, потом это все рушится. Он такой «Окей», расстроился и опять. И вот это все по кругу, все идет, идет, идет. И потом человек начинает задумываться. Может быть я что-то делаю не так? Может быть что-то делаю скорее всего во мне, не в мире, не мир кривой снаружи, а дело во мне. И когда человек разочаровывается максимально, такой был у меня, такой был у Нади, он приходит к пантерным джентльменам, уже готовый учиться. То есть все, вот у него больше вот эта сила эго, ее больше нету. То есть он как будто снимает на входе вот, знаете, шапку ученика, вот как в американских это квадратное, поставил, говорит, все, я ничего не знаю, я готов учиться. И с этого момента начинается самое интересное. Многие сейчас могут написать в комментарии, да все твои сакральные знания, все это туфта, мы это все знаем, сейчас мы все напишем. Это правда. Об этом написаны уже сотни, если не тысячи книг. Вот, к примеру, книги, которые я написал, многие их прочитали, у многих расставились вот все буковки над И, вопросы, были найдены ответы на их вопросы, но там столько пасхалок спрятано, особенно в «Танце архитектора» в восьмой главе, который называется «Манифест творца», и находится в «Игре наблюдающего» по четвертой, которая архитектор. Ну так вот, суть-то в том, что об этом снимают книги, об этом рассказывают фильмы, столько снято, а человек, вот его ум так выстроен, что он может об этом услышать тысячи раз, и эта информация будет все время пролетать мимо ушей, до одного момента, пока он сам это все не ощутит, не почувствует, не окажется там, в том состоянии. И когда он там оказывается, все сразу становится понятно. Вот как многие говорят после ретрита, все то же самое, но по-другому. Здесь можно привести, знаете, такой пример интересный, что у нас в мире сейчас наполнен информацией, и здесь куча теоретиков. Вот давайте возьмем какую-нибудь машину, да, крутую, я не знаю, там пускай будет «Ламборджини», условно пускай будет. Прям не одна «Ламборджини», а прям вот вся линейка «Ламборджини». Есть люди, которые любят «Ламборджини», они изучили все тактико-технические характеристики, расход, ширина колес, вот вообще они знают все об этой машине, целой серии машин, они прочитали все инструкции, но у них нету этой «Ламборджини», но они о ней все знают. То есть вот он все знает, но машины нету. А есть люди, которые об этих машинах вообще ничего не знают. Он пришел ее, купил, и он на ней ездит. И он получает от этого кайф. Одна и та же «Ламборджини», но в первом случае это теоретический опыт, в другом это практический. Когда у тебя есть практический опыт, тебе, как правило, теоретически уже не важно. Поэтому я всю свою жизнь был практиком. Я перестал читать книги, наверное, лет 25. Я понял, что наполнять свой жесткий диск информации, который является опытом других людей, это то же самое, что скачал, скачал, скачал. Потом в любой умной ситуации, когда тебе нужно умником выступить, ты такой, а вот этот сказал, вот так вот. А с точки зрения парапсихологии, вот так вот. А с точки зрения, вот так вот. А об этом Кастанеда писал. А об этом там те шаманы рассказывали. Все все знают, но никто никогда не сидел за рулем «Ламборджини». Давайте расскажу одну интересную историю. Однажды, когда я еще только начинал проводить ретриты, ко мне приехал парень. И все как положено, я его... Я тогда еще не дошел до конца. Я не понял вообще. Я только ушел на пути. И здесь как-то ситуация обыгралась так, что грибы решили, прямо вот они же шутники, и они решили пошутить. И они такие, все, как бы человек все уходит в состояние, там находится между второй и третьим этапом вот этого погружения фазы. И тут он такой встает, на меня смотрит, и я понимаю, что он смотрит на меня не своими глазами. И он мне такой говорит, типа, мы сейчас разговариваем с тобой через человека. Я такой, оба, интересно. И здесь грибы, как бы странно ни звучало, начинают разговаривать со мной через этого человека. Я ему задаю вопрос. Он мне начинает отвечать из позиции. Вот мы там, как тут так вот. Мне это интересно. И у меня всегда был вопрос, зачем? Вот тогда ответ на вопрос, кто я, я понял, я нашел. А зачем, я не понял. Ну и для чего это, как это все работает. Там только три вопроса. Кто я, зачем и вся вот эта суть принципа мироздания. Когда ты находишь ответы на все вот эти три вопроса, все становится понятно. Все. Ты за рулем Ламборджини. Ты становишься проявленной частью Творца в этом теле. И высшие силы через пространство о тебе заботятся, так как ты являешься дистрибьютором. Грубо говоря, ты представитель. Представитель, допустим, того же самого Ламборджини не будет выглядеть как бомжара. Компания будет заботиться о том, чтобы их представитель выглядел красиво, солидно, чтобы там все было. Потому что он представитель. Представитель, допустим, компании какой-то другой, российской, он будет выглядеть соответственно. Это прям грубый пример. Ну так вот. И я такой задаю вопрос тому человеку. Типа, скажи, зачем вообще все вот это надо? Вот это все мироздание. Где там сакральные знания? Я же охотник, мне же нужно найти суть. И тут просто гениальнейшие фразы, которые я вот всем говорю. И вот сейчас вот я прям на видео это озвучу. Мы тебе не скажем, что бы было интереснее. А когда ты это все узнаешь, ты сам дойдешь до конца, ты будешь нам благодарен за возможность, за возможность здесь находиться. И с этого момента это уже будет не наша игра, это будет твоя игра. Но ты, когда будешь играть, ты будешь нам уже еще раз благодарен за это. И мы все вместе, дружно, кайфанем. Вот тогда я эту фразу вообще не понял. Я думаю, какая игра? Кто с кем играет? Что там в конце? Потому что ничего не сказали. У меня было ощущение того, что я познал весь этот мир. Это, знаете, вот это величайший дар. И это величайшее проклятие. Я об этом говорю в каждое видео. Что человек, который доходит до конца, он будет в преимуществе. Он будет в таком преимуществе. Вот весь мир ему будет подыгрывать. Он будет жить, как вот представитель компании Ламборджини. У него все будет. Все офигенно. Но в то же самое время он будет понимать, что это капец какое проклятие. Поэтому вот все, кто ищут, это принцип человека, это человеческий ум так устроен. Ему нужно все время идти куда-то, копать, искать, дойти до сути. А потом, когда человек доходит до сути, происходит маленькое разочарование, которое меняет всю его жизнь. Все. Вот с этого момента человек пробуждается, у него начинают гореть глаза, и он становится человеком. То есть биоробот в этот момент, когда доходит до конца, он осознает себя человеком. В нем просыпается вот эта божественная часть творца. Это не религиозный сейчас. И не творец, как вот чай налился, творил чай, я творец. Это вообще не так. Вот. И ты становишься аватаром. И для этого аватара творец, да, вокруг, который все это создал, он о нем заботится, он говорит, окей, теперь мы будем делать вот это. Тебе нужно просто делать вот это. В прошлом видео я рассказывал, что это все идет не из состояния ума. То есть высокоинтеллектуальные люди, они рассчитывают схемы, стратегию. Там обычно у них 5 правил успешного успеха, 7 правил успешного человека, 3 пункта к великим инвестициям, 12 подпунктов к счастливой жизни. У них все на пункты. У них все делится на пункты, как нужно, в какой момент поступить, что сделать, все там планируют. Ты вообще, вот я, да, я вообще безумен. Я вообще ничего не планирую. Но безумен в хорошем смысле этого слова. Ты живешь в потоке. Ты гармонично сочетаешься со всем этим миром, и ты не мешаешь ему жить. Ты помогаешь этому миру жить. Ты помогаешь ему эволюционировать. А тебе еще за это плюшки разные падают, бонусы, и ты такой удивляешься. Я вот вкладываю минимальные ресурсы, просто, вот они мне приходят, сейчас сделаю вот это. Я такой, все, не думай. Взял и сделал, рассказал. Вот сейчас мне пришло видео, я сейчас съел, вот, пантерики, капсулу сам делаю. Прошло часа два. Сакральные знания. Мухоморы, сакральные знания. Иди рассказывай. Все, сижу, рассказываю. Вот у меня вот здесь вот все расписано, вот какие там пункты. Вопрос один, вопрос два, вопрос три. Сейчас перейдем к третьему вопросу. Типа, зачем? История моей жизни на моем канале можете сами посмотреть. Человек, в девятнадцатом году, я просто обычный человек, который понял, что в этом мире что-то не так. Он что-то берет, начинает, не получается. И вот этот круг неудачника, ты что-то делаешь, фиаско, сделал, фиаско, сделал, фиаско. И так все люди, большинство по кругу живут, высокоинтеллектуально добиваются успеха. Они добиваются колоссальных успехов, у них все в жизни есть. Яхты, самолеты, пароходы, дома, квартиры, там все есть. Но они свое тело уже настолько насытили, что у них уровень кайфа уже снижен. А тут вот эта возможность включиться в жизнь так, чтобы кайфовать в каждом моменте, как это было у тебя в детстве, когда ты утром просыпаешься, смотришь на солнце, оно офигенное. И ты понимаешь, как ты благодарен за эту возможность. Ты там пошел, что-то сделал, ты постоянно в состоянии кайфа находишься, здорового кайфа. Не какой-то там наркоты, там еще что-то, это вообще все осуждают. Вот именно здорового, именно сознание, чистота сознания, когда твой ум, он не как генератор, который мешает тебе жить, он спокоен, он находится в каком-то состоянии гармонии и момента, и ты живешь в моменте. Люди, интеллектуалы обычно живут в прошлом, анализируя свой опыт, и живут в будущем, планируя потом. То есть, когда я потом чего-то достигну, я от этого кайфану. И вот он бежит, бежит, получил. Кайфанул 3 дня, опять меняет цель, еще больше побежал. И вся жизнь в ожидании жизни. И получается так, что человек прожил свою жизнь, но он ее не жил. То есть, вся жизнь – это подготовка к жизни. А тут ты и живешь, и кайфуешь, и у тебя вектор есть, у тебя и смысл есть, и ты понимаешь зачем, и у тебя каждый день, как день рождения. Вот прям, я вам на своем примере говорю. Вот в 19-м году я все продал, сел на велик, поехал, можете сами посмотреть. Я начал поиски, я искал ногами, по горам, с рюкзаками, я искал везде, но не в себе. А потом, когда я разочаровался, я начал искать в себе. Вы, наверное, больше заметили, нет там ни велопутешествий, ни рюкзаков, ничего такого нет. Все в себе, все путешествия в себе, путешествовать нужно в себя. Внешне, это дополнение, дополнение твоего внутреннего мира. Не наоборот. Многие путешествуют снаружи, для того, чтобы свой внутренний убогий мир хоть как-то развлечь, наполнить каким-то смыслом, еще чем-то. А когда у тебя внутри вот это райское состояние, то ты снаружи это только дополняешь. Вот представь, что ты ищешь какое-то крутое место, туда приезжаешь, но ты туда привозишь самого себя. И вроде место классное, а внутри счастье вообще. Ну, все то же самое. Ты себя привез. Что привез себя там в какой-то колхоз, что привез себя на Мальдивы. Ты везде и там, и там с одинаковым внутренним состоянием. А тут ты испытываешь кайф в колхозе, и потом ты едешь, допустим, на Мальдивы, и еще там больше кайф испытываешь. И ты постоянно вот в этом моменте вот этого потока. И когда я это понял, и когда мне мухоморы такие, смотри, вот, вот ты, дурачок, вот, сделай вот это, ты все делал до этого не так. И ты понимаешь, что да, да, я был тогда очень глупенький человек. И в завершение этого видео хочу сказать такую интересную вещь. Сакральные знания есть пасхалками в многих книгах, есть пасхалками в многих фильмах. Но вам напрямую никто никогда их не скажет, чтобы было интереснее. Все, не прощаюсь с вами.